Всем привет, друзья! С вами LEGO Crazy Motion и, в общем, я начал новый проект про Иракскую войну. Я уже показывал, по-моему, я показывал на канале обзоров. Но сейчас в связи с падением просмотров, я думаю, что канал обзоров можно забрасывать и всё теперь уже скидывать просто на... Точнее, не падение просмотра, с просмотром всё нормально, а, скажем так, российский сегмент YouTube по деньгам он так сильно просел, что, ну, мне кажется, уже нет смысла разбивать на два канала то, что я раньше планировал, поэтому всё теперь буду опять заливать на один канал. Короче, на канале обзоров я когда-то выкладывал обзорчик на вот таких вот крутых американских солдат с Алиэкспресс. Реально очень крутые фигурки. Я вот сейчас для примера поставлю вам торсик от TMC. Этот торсик стоит 15 долларов за штуку, эти стоят, по-моему, по 3 доллара за штуку. В рублях сейчас не знаю, как сказать, поэтому неважно. Вот, и что получается... Слушайте, аж у них принт на шлеме разный, прикольно. Так вот, получается... Это же китайские оба, да, оба китайские. Получается, что по дизайну китайские новые фигурки для американцев, они не сильно уступают. То есть, конечно, у TMC лучше прорисовано, лучше дизайн, там, не знаю, подсумки круче нарисованы, чуть-чуть получше бронежилет, там, чуть более полноценный рисунок на руках, на ногах. Но глобально, так, если посмотреть, китайские фигурки ни разу не уступают. Немного смущает, там, не знаю, вот эти зеленые кисти. Ну, как бы пофиг это. Видимо, подразумеваются либо военные перчатки эти оливкового цвета, либо, не знаю, химическая защита какая-нибудь, ну, хотя вроде остальное нет. Ну, неважно. Короче, руки можно, если что, заменить, а можно и забить, и так оставить. Типа военные перчатки зеленые бывают. Короче, реально крутые китайские фигурки, ссылку на них оставлю в описании, и это я уже показывал. А что я покажу сегодня? А сегодня я покажу второй пак с этими же фигурками, потому что всего их три пака, три вида выпустили китайцы. Первый пак я показывал, собственно, вот вы его сейчас еще раз посмотрели. Ну, а теперь давайте посмотрим второй пак. Итак, второй тип этих американских фигурок на Ирак. Ну что, знакомьтесь, второй пак, на него ссылка тоже будет в описании, по-моему, хотя там ссылка одна на все три пака. Не суть. Короче, чем отличаются эти ребятушки? Давайте одного поближе поставим. Я тут некоторым дал разные физиономии, чтобы они хоть как-то отличались. Итак, у нас опять получается, что каждая фигурка идет, есть шлем с очками прикрепленными, и есть еще вот такая вот панамка, которой, честно говоря, не очень нравится. Я больше их воспринимаю как такая не боевая, хотя, не знаю, спецназ там периодически и в таких и в бой ходил. С Марком Волбергом какой-то фильм был, забыл, он называется «Выживший», что ли, нет? Или «Выживший» с Ди Каприо, ну, не важно. Короче, были, ходили в таких кепках тоже, не суть. Значит, фигурка опять, очень хороший дизайн, качественный. Значит, здесь не видно бронежилета, здесь просто форма и разгрузка поверх формы без броника. То есть, чувак не особо защищен. Так, где фокус, 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 так вроде. Хороший опять принт шоколадной крошки. Причем шоколадной крошки американцы же вроде совсем недолго проходили, потом они эту форму передали иракцам, а сами перешли на другую, там, какую-то трехцветную. Соответственно, это у нас начало войны в Ираке, подсумки, там, системы Элис. То есть, печать круговая на ногах, на торсике. Принт на торсике сбоку качественный, хороший. На ногах тоже, с боков никаких подсумков ничего нет. Сзади рюкзак, прорисовка, детализация отличная, там, какие-то фляги, подсумка. Хотя, прорисовка-то отличная, но сам дизайн от рюкзака сзади мне не очень нравится. Но так, в целом, в целом ничего. Так, вот такая, собственно, фигурка. Давайте сравним ее с первым, первым типом. Двигайся. Тип номер один, тип номер два. Ну, вот так можно рассмотреть, так получше будет. У этого лицо, конечно, офигенно сделано. У первого прям лицо вообще волшебное. У этого достаточно такое обычное, я бы даже сказал, в китайском стиле, не очень, ну, никакое, не то чтобы не очень, никакое. А у этого прям восторг, мне очень нравится и прорисовка, и дизайн лица. По самим фигуркам, ну, кроме броника, говорю, особо разницы никакой. Немножко цветовая гамма отличается. Слава богу, рисунок не скопирован, то есть у них уникальные рисунки. Расположение там всех пятнышек, складок и так далее уникально прорисовано. То есть не то чтобы они схалтурили, нет, все отлично, все другие, другие дизайны, другие рисунки. Так, сзади. Сзади тоже видим отличия, как бы все прорисовано индивидуально для каждого типа фигурок. Ну, собственно, да. Так, значит, по вот этому вот второму типу. У них в комплекте шел комплект оружия. Вот одной фигурке я дал. Лицо здесь не стоковое, я его поменял просто для разнообразия. Дал какой-то другой, хотя глупо получилось, то очки и очки. Автомат у него, видите, в песочном камуфляже. И, так, а где литник? А, вот я литник убрал. Короче, у этого набора второго шел именно песочный камуфляж. Вот такое вот оружие. Так, не видно, да? А так, а так видно. Вот, такое вот оружие, нижний ряд и верхний ряд. Я как-то уже в обзоре говорил, что мне не очень нравится, когда много разного оружия. Если это солдаты, то оружие должно быть более-менее унифицировано. То есть, хотя бы там 3-4 одинаковых ствола должно быть. Здесь же все уникальное. Если так всех разным оружием снабдить, то это больше на, не знаю, какую-то банду будет похоже. Все-таки оружие, как и форма, должны быть немножко систематизированы. Хотя бы периодически должны встречаться одинаковые стволы у людей. Ну что, все. На этом обзор пока заканчиваем. 5 фигурок. Бронежилет и панамка. Плюс оружие. Фигурки в целом. Качество китайское бывает проглядывает где-то. Где-то здесь руки слабенькие, где-то ноги. Но в целом только на крепкую четверочку. То есть, из 5 фигурок в совокупности 4 хорошие. Ссылка на пак в описании. Ну и, собственно, на этом все. Третий пак покажу через пару дней, думаю. Все. До новых встреч на канале. Всем удачи, счастливо. Пока. Пока.